Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Вот, наконец-то, друзья, максимально подробное, максимально четкое, широкое, классное, интересное сравнение нового айфона 14-го Pro. Прямо сейчас идет с него против лидеров Android-индустрии Galaxy S22 Ultra. Прямо сейчас, кстати, вы смотрите на очень сложный сценарий, потому что сзади у меня очень яркий фон. И у смартфона задача такая, показывать лицо нормального цвета, показывать задний план и стараться сделать так, чтобы было все более-менее нормально. Ну и вы сейчас видите, да, разницу? На айфоне у нас немножко более серое лицо, на самсунге такое чуть более розоватое. И если отойти подальше, то у нас опять же немножко меняются цвета. А можно, например, подойти вот так вот и посмотреть. И здесь уже на айфоне получаются поприкольнее цвета, а на самсунге уже менее интересно. Короче, понимаете, да, уровень подхода к сравнению? Друзья, мы сегодня посмотрим абсолютно все, что могут делать эти два телефона. И все это будет максимально честно, потому что вы на канале Честный Блог. Меня зовут Фил. Погнали! Уверен, друзья, что вы хотите выиграть айфон 14. У моего товарища на телеграм-канале Польза нет, где уже более 60 тысяч подписчиков происходит розыгрыш айфона 14. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Мало того, именно на этом канале регулярно постятся самые вкусные предложения с Алиэкспресса. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка внизу. Ну а если хотите приобрести, например, Galaxy S22 Ultra на Snapdragon, или хотите просто прийти спокойно в Россию и купить айфон 14 Pro, там Pro Max, я вам рекомендую обратиться к моим друзьям компании Cyphrus. Также внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Хорошие цены. И если перейдете по этой ссылке, сделайте покупку, вам будет подарок, так что welcome. Ну в целом, друзья, вы видите, как снимают смартфоны против солнца. Интересно узнать ваше мнение. А давайте прямо сейчас посмотрим, как работает фронтальная камера. А вот это уже съемка на фронтальную камеру, и здесь я вижу несколько моментов. Первое. На Самсунге больше засветов, вы видите, прямо сейчас небо засвечено, а на айфоне небо не засвечено. Но на айфоне, посмотрите, как выглядит лицо. Тут такая штука, что айфон убирает тени у лица, и оно немножко превращается в блин. Просто блин без каких-либо теней. И это как будто бы странно. Странно, почему компания Apple делает именно так. Вот когда поворачиваешься, чтобы свет падал на лицо, ну как бы все получше, конечно. Поворачиваешься сюда, все, тени вылезают, прямо лицо начинает светиться. И за счет этого, конечно же, у нас пропадает и фактура, и так далее. Интересно узнать ваше мнение. Что вы думаете? Классно, когда лицо становится более плоским, или когда сзади у нас засвечивается. Что важнее? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и теперь давайте смотреть 4К, 60 кадров в секунду. Более зеленая, кстати, картинка на Самсунге, а на айфоне более светлая. И мне, честно говоря, зеленый вариант нравится больше. Смотрим на детализацию, смотрим на то, как отрабатывают смартфоны, стабилизацию. Смотрим, что сейчас небо появляется на Самсунге, а на айфоне его еще пока нет. И вот только, но сейчас... Смотрите, видите, да? На Самсунге есть небо, а на айфоне его только сейчас прорисовывается. Прорисовывается. Это интересно, потому что, когда мы в самом начале снимали на основную камеру, у нас на айфоне все прорисовывалось получше. Но я точно вижу, что детализация на айфоне получше. Если смотреть на траву, периодически на Самсунге она немножко сливается воедино. И становится таким небольшим месивом. А на айфоне детализация получше. Это я бегу. Но интересно, почему на айфоне не такая зеленая трава, потому что вообще-то она должна быть, честно говоря, зеленой. А Самсунг здесь не особо-то преувеличивает. Может быть, когда вот не я бы сейчас показывал, он немножко преувеличивает. Но зато на айфоне, посмотрите, дома сзади. Видите, они такие более контрастные, а на Самсунге они чуть менее контрастные. Обращаю внимание, по сути, на все детали. Если есть вещи, на которые я не обратил внимания, а они вам бросились в глаза, напишите, пожалуйста, об этом. Потому что это очень важно не только для меня, но и для тех людей, которые смотрят сейчас это видео. Из яркого дневного света перемещаемся в вечерний Петербург. Это уже Full HD, 30 кадров в секунду. Смотрим, опять же, на детализацию. И смотрим, как отображаются яркие цвета. На Самсунге чуть потемнее картинка, но при этом и засветок чуть поменьше. И, кстати, блики, смотрите, на айфоне прыгают, а на Самсунге я этих бликов не вижу. Вообще, картинка немножко разная. На айфоне она такая более зелененькая, поэтому у нас динозавр получается такой зеленый. А на Самсунге, на динозавр получается немножко коричневый. По правде говоря, картинка более правильная по цветам на айфоне. Самсунг немножечко путает здесь цвета. И, по сути, если мы хотим это поменять, это надо снимать в Pro режиме. Что вы скажете про детализацию, друзья? Как вам кажется, какой смартфон делает по деталям поинтереснее? Мне кажется, что периодически Самсунг вот сейчас, особенно на дереве, заметно, что происходит какой-то смаз небольшой. На айфоне этого нет. Есть также небольшие подергивания на Самсунге, но до этого, кстати, были небольшие подергивания и на айфоне. Так что тут я могу сказать, что примерно паритет. Ну вот, давайте сейчас посмотрим на детали. А это у нас уже Full HD, 30 кадров в секунду. Опять трава более зеленая на Самсунге, чем на айфоне. Сейчас будем смотреть опять на засветы. И вот небо опять, смотрите, прорисовалось на Самсунге, а на айфоне попозже прорисовывается. Но при этом на айфоне, если посмотреть на деревья, тени больше выделены, а на Самсунге более темные тени. Да, кстати, вы можете заметить, что периодически на айфоне у нас чуть-чуть пропадает фокус. Я несколько раз уже замечал, что почему-то пропадает фокус, пропадает больше, чем на других смартфонах. Поэтому, наверное, это глюк. Его точно допилят с этим... Вот сейчас, смотрите, раз, и просто фокус пропал. Это глюк, его точно допилят. Тут нет причин сомневаться, но обратите на это внимание, фокус немножко пропадает. Это Full HD, 30 кадров в секунду. А здесь уже совсем темно. Это, опять же, Full HD, 30 кадров в секунду. Значит, смотрите, какая ситуация. На улице у нас желтые фонари, поэтому все вокруг желтое. Картинка, которую вы сейчас видите, она более правильная на Самсунге, потому что действительно вокруг вот такая желтая история. Но посмотрите, что айфон делает. Он пытается желтизну убрать, поэтому у нас машина становится более белой. И айфон, борясь с этой желтизной, делает более приятную глазу картинку. Я бы сказал так. Вот желтизна, которая есть на Самсунге, она правдивая, но в итоге она слишком желтит, я бы так сказал. Сейчас идем вообще в темноту и будем смотреть, как у нас деревья показаны, как у нас отображается трава. И здесь мне, конечно же, интересно ваше мнение, потому что я вижу одни вещи, вы видите другие, так что обязательно говорите, Филипп, вот ты сказал на третьей минуте, что снимает лучше айфон, а на самом деле лучше самсунг. Или наоборот. Кстати, когда мы сейчас смотрели кроны деревьев, то самсунг немножечко сделал более голубую картинку. Ой, какие смазы. Посмотрите на Самсунге, на дереве получаются. На айфоне такого нет. Посмотрите, та кора, как будто бы съезжает. С чем-то связано, я не могу сказать. Вот-вот-вот сейчас вообще очень заметно. Но если вы в курсе, как получается вот такой эффект, напишите пожалуйста об этом. И трава, кстати, зеленая на айфоне, а на Самсунге такая более желтая. Вот сейчас тоже видно, как какая-то рябь прям получается на Самсунге. Да, к сожалению, вот эта вещь есть. И недавно прилетело обновление, оно немножко пофиксило HDR, но, к сожалению, вот эту вещь она не пофиксила. Да, видите, да, как происходит смаз-кадр. Это печально, на айфоне такого нет. Такого причем нету на айфоне не 14, такого не было и на 13 айфоне. Я недавно делал сравнение iPhone 13 Pro против Самсунга. Смотрим на картинку. Вот опять же, еще раз говорю. Более правдивая картинка на Самсунге. Действительно, все желтоватое. Но мне нравится, как айфон борется с этой желтизной и добавляет немножко более правильные цвета. И, соответственно, картинка не такая желтая. Вам как больше нравится, друзья? Когда более желтая картинка и правдивая, или когда происходит небольшая модернизация кадра? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Это у нас сверхширокугольная камера. Full HD 30 кадров в секунду. Хотя смартфон умеет снимать, понятное дело, и 4К. Я вот на что хочу обратить ваше внимание. Если вы смотрели мое видео, где я сравнил с 13 Pro, вот там как раз-таки сверхширик был очень плох в этом сценарии. Все было супер засвечено на Самсунге. А на айфоне было получше. Сейчас тоже есть засветы, да? Видите? Здание более яркие. Но тогда вообще было очень-очень плохо. Прямо очень-очень плохо. А сейчас Самсунг немножко подкорректировал это. Поэтому в целом хорошо, но могли бы получше. То есть на айфоне чуть более правильная картинка. Вот видите, сейчас опять же здание мэрии у нас достаточно сильно засвечено. Картинка все-таки на Самсунге похуже, чем на айфоне. И по цветопередаче, и по шумам. Ну и вот по этим засветам. А это мы с вами смотрим, как трехкратное увеличение работает. И смотрим на детализацию. Смотрим, кто лучше фокусируется, где лучше получается картинка. Безусловно, мы потом все это еще проверим в плане фото возможностей. Но сейчас смотрим на видео. Как вам кажется, где картинка лучше? Мне вот даже пока сложно сказать. Вообще, мне нравится, как, наверное, Самсунг выглядит. Чуть более такой собранный он, как будто бы. И сейчас посмотрим с вами на засветы. Ага, смотрите, засвета на Самсунге меньше. Видите, на айфоне, как наверху, все сильно засвечено. На Самсунге такого нету. Так что обращаем на это внимание. Как будто бы он со светлыми объектами лучше справляется. И сама картинка, посмотрите, она более контрастная на Самсунге, чем на айфоне. Еще у нас есть замечательный кинорежим, в котором мы сейчас снимаем мой супруг Александру. На айфоне у нас слишком желтая картинка, поэтому у нас и лицо немного такое более коричневое, и цвет кофты в футболке более такой насыщенный, и трава более насыщенная. Но это неправдивая картинка. Я думаю, что тут кому что больше нравится. Как вам вообще обработка, скажите? Я, кстати, снимаюсь сейчас на основную камеру, а можно ведь у нас снимать и на трехкратное увеличение. Я сейчас вам покажу, как это все выглядит. Вот здесь мы уже снимаем с трехкратным увеличением. Картинка становится, кстати, чуть более киношной, потому что обычно на широкоугольную камеру в кино не снимает. А вот тут прямо есть такой небольшой эффект действительно кино. Но опять же, скинтон чуть получше на айфоне. Я бы сказал, что он немножечко украшает. Давайте так будем честны. Но мне больше нравится, когда лицо более коричневое, нежели более бледное. Опять же, это мое мнение. Вы можете сказать, что вы думаете. Вот у нас листочек попадает в кадр. Смотрим, как это все работает. Переключается фокус на листочек или не переключается. В целом, я могу сказать, что эта технология становится все лучше и лучше. Она отрабатывается, поэтому через пару лет, наверное, вот этот киноэффект будет вообще отлично выглядеть. И мы будем иметь хорошую картинку. Сейчас, конечно, по краям есть какие-то вопросы. Если вы снимаете на фоне деревьев, там вообще очень тяжело все получается. Волосы сложно обрабатывать. Но все равно технология развивается, и это хорошо. Еще один специальный режим, это экшн-мод, который появился здесь на айфоне. На самсунге он уже был достаточно давно. Но если вы сейчас посмотрите внимательно, то видите, что на самсунге у нас немножко картинка дергается. На айфоне я такого не вижу. То есть я бегу, и есть дергание. Еще, наверное, хочу обратить ваше внимание на то, что на самсунге, мне кажется, чуть поменьше детализация. Но при этом картинка, опять же, чуть более контрастная. Мы уже с вами с этим сталкивались. Страва более зеленая. Но с точки зрения стабилизации, айфон, мне кажется, получился получше. Если говорить про замедленную съемку, то я бы сказал, что она примерно одинаковая. Хотя картинка мне нравится чуть на самсунге побольше. И на айфоне вы видите еще и кроп есть небольшой. Но в целом, эта технология, как запустилась несколько лет назад, так особо никуда и не меняется. На самсунге, кстати, еще и сверхзамедленная съемка. Но там совсем все не очень по качеству. Ну что в итоге можно сказать? Можно ли назвать айфон королем видео? Я бы сказал, что самсунг вот налажал в ночной съемке. И вот эти смазы кадров выглядят очень странно на флагмане за много-много денег. Это меня вещь смущает. Понятное дело, что в таких ночных условиях мы не будем часто снимать. А дневное видео у нас было более близким. Но все равно и днем, когда мы снимали в 4К, детализация на айфоне была получше. Так что, наверное, по совокупности, здесь айфон делает более интересную, более правильную, более стабильную картинку. Но вот только трава не была такой зеленой, какой мне хотелось бы. Если я что-то говорю не то, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну а сейчас мы переходим к фотосравнению. Ну а сейчас, друзья, начинается самое интересное, конечно же, фотосравнение наших суперфлагманов. Как вы берите, я сделал большое количество фотографий. Это только часть. 135 файлов я вам сегодня покажу. Отобрал самое интересное, конечно же, это ночные фотографии с ночным режимом, плюс телевички, фотографии на телевичок днем, фотографии портретиков на телевичок. В общем, все будет очень интересно. А самое главное, вы увидите все сценарии. Мне можно за старание поставить лайк. Если вдруг вам нравятся такие обзоры, обязательно подпишитесь на этот канал. Но давайте начинать. Я думаю, что начинать надо с красивых мест Санкт-Петербурга. Ну вот, значит, сразу что мы видим. На айфоне более темная картинка. Причем она достаточно сильно темная. И я бы сказал, что не очень хватает и деталей. То есть вот здесь на Samsung у нас какие-то детали есть, а на айфоне этих деталей нет. Хотя вот здесь вот наверху я бы сказал, что деталей на айфоне побольше. Посмотрите вот на эти плитки, которые здесь на айфоне видны хорошо, а на Samsung они размазаны. Также если посмотреть на эти скульптуры, они на айфоне выглядят лучше, на Samsung они выглядят хуже. И вот эти скульптуры ангелов тоже на Samsung будут хуже, чем на айфоне. И еще видите, на Samsung режим HDR работает таким образом, что он прямо белой полоской выделяет объекты, а на айфоне такой жесткой обработки нет. Ну и в целом, посмотрите, детализация на айфоне, ну, поприятнее. Еще одна фотография тоже очень сложная, потому что здесь большое количество светлых объектов и большое количество темных объектов. И Samsung уже по традиции делает в тенях более светлые фотографии. Однако если посмотреть вот сюда, то можно обратить внимание на то, что вот здесь, например, можно внутрь посмотреть чуть получше, потому что на Samsung у нас засвечено, а на айфоне менее засвечено. То есть HDR, по сути, лучше работает на айфоне. Все внутренности этого здания видны чуть лучше, чем на Samsung. Еще одна фотография. Замечательные кони мне здесь паризировали. Вообще фотография на Samsung выглядят чуть более насыщенной, на айфоне такая чуть более зеленоватая, что ли. Давайте посмотрим на задние части этих замечательных животных. Но вообще детализация на айфоне получше все-таки. Видите, на Samsung такая более рыхлая картинка, а на айфоне более правильная. Если посмотреть на волосы этих девушек, ну, мне кажется, тоже все видно. Вот здесь на айфоне видны волосы, а на Samsung уже даже непонятно, что это, волосы или не волосы. Так что в ночной съемке можно, наверное, констатировать тот факт, что детализация чуть больше на айфоне. И чуть лучше на айфоне. Вот еще такая красивая картинка. Опять же, айфон делает, может быть, тени слишком темными. Немножечко все-таки добавлять бы света. Хотя, с другой стороны, конечно же, не надо ночь превращать в день. Это тоже важно. В прошлый раз, кстати, если вы смотрели Galaxy S22 Ultra против айфона 13, вот здесь, в этом сценарии, на Samsung были засветы. Вот эти желтые фонари, они здесь засвечивались и становились белыми. Но сейчас прилетело новое обновление, оно как раз-таки пофиксило этот момент. Так что хорошо, что компонент Samsung регулярно выпускает обновления раз в месяц и что-то фиксит. Айфон тоже, конечно же, будет обновлять свой 14-й Pro, так что, может быть, стоит сделать еще одно сравнение, ну, типа, через полгода. Чуть побольше деталей все-таки на айфоне. Безусловно, их практически незаметно, если смотреть издалека, но вот, когда мы близко смотрим, замечаем. Еще вот такой красивый сценарий. У нас немножко по-разному выглядят фотографии. На Samsung такая более холодная фотография получилась. На айфоне потеплее. Мне нравится более холодная фотография. Все-таки у нас ночь, поэтому небо должно быть только минимум синим, а не вот таким серым. Если смотреть на детали, то, ну, детали все равно больше на айфоне. Вот еще одна интересная фотография. Здесь очень яркие объекты. Оба смартфона справились хорошо, но я бы сказал, что на Samsung, вы смотрите, более такая яркая получилась картинка, и голубой цвет более правильный, и вот этот фиолетовый-малиновый тоже такой более яркий, более сочный получился. Но это не отменяет того фактора, что деталей больше на айфоне. Посмотрите, вот на айфоне даже можно увидеть вот этот потолок, из чего он сделан. На Samsung ничего здесь не видно, просто белый фон какой-то и все. Еще одна фотография здесь, кстати, наверное, вот с точки зрения HDR, технически, айфон лучше справился, потому что он менее засвечивает фонарики. Здесь на Samsung, смотрите, каждый фонарик, он засвечивает, и еще есть вокруг него какой-то ориол небольшой. На айфоне такого нету, и картинка выглядит более четкой, что ли. И листва, наверное, чуть более контрастная на айфоне. Вот здесь, посмотрите, она такая зеленая, а на Samsung такая немножко блекло-зеленая. А вот на этой фотографии Samsung опять показывает, что с определенными светлыми объектами он умеет работать, и вот здесь у нас запрещенная социальная сеть получилась на Samsung лучше, а на айфоне она засвечена. Странно, я бы сказал, что айфон вот эту историю засвечивает, хотя, в принципе, со светлыми объектами справляется хорошо. Ну что, мне кажется, в ночных фотографиях все-таки был чуть поинтереснее айфон, чуть больше деталей. Единственное, картинку он немножко делал темноватую. В целом, Samsung себя показал тоже неплохо, но вот именно, что он выиграл, только, по большому счету, в нескольких сценариях, когда у нас были очень яркие объекты. Странно, что айфон с ними не справился. Давайте посмотрим теперь на фотографии портретики. В прошлый раз, кстати, 13-й айфон проиграл в портретной фотографии Samsung. Посмотрим, что у нас есть в этот раз. Итак, эта фотография сделана у нас на телевичок. Давайте смотреть. Такой интересный момент получается. На айфоне, как будто бы побольше все-таки немножко деталей, вот если посмотреть, например, на волосы, посмотрите, на Samsung они чуть более склеены, а на айфоне видны. И если посмотреть на текстуру кожи, тоже на айфоне чуть больше деталей, на Samsung поменьше деталей. Если посмотреть на текстуру джинсов, смотрите, тут прямо видны джинсы на айфоне, а на Samsung, видите, все съедено. Так что балл летит в сторону айфона. Хотя, вы знаете, я на что обращу ваше внимание? Мне больше нравится, как выглядит лицо на Samsung. Особенно вот если издалека смотреть, оно, ну, какой-то более получается аккуратный, чем на айфоне. Так, еще одна фотография тоже сделана на телевичок. Ровно та же история, что и была до этого. Еще, обращу ваше внимание, геометрия лица. Посмотрите, она немножечко кривоватая. То есть, если посмотреть на геометрию на Samsung, вот тут как бы правильное лицо. Да, детали опять чуть поменьше, но на айфоне, посмотрите, произошло вот такое небольшое искривление наискосок. Это странно, потому что фотография на телевичок обычно не предполагает искажения, но оно здесь есть, потому что лицо у моей Александры все-таки более ровное. Ну, а по деталям вся та же история. Если посмотреть на джинсы, опять же, на Samsung у нас съедены детали, а на айфоне у нас эти детали и есть. Если посмотреть на мех, вот это тоже на айфоне есть, а на Samsung нет. Еще одна фотография сделана тоже на телевичок. На айфоне у нас засвечено, а на Samsung засвечен задник еще больше, кстати. Давайте посмотрим на детализацию. Ой, Samsung тут совсем как бы тяжело. Все-таки на айфоне у нас более светосильный телевичок, хотя апертура в 2,8, то есть она по сути-то меньше. Но вот получше все-таки получается фотография на Samsung. Ну, честно говоря, не знаю, какие слова подобрать, проигрывает. Давайте так, проигрывает Samsung iPhone. А вот еще одна фотография, тоже на телевичок. Выглядит все очень классно. Единственное, что Samsung немножко желтоват. Вообще вот очень-очень натурально все выглядит. Но если мы приблизимся, посмотрите опять на айфоне, посмотрите, какая кожа получилась классно. А на Samsung тоже классно, но только вот тут появились уже пробелы, то есть не хватает деталей на Samsung. На айфоне вообще отлично, прямо красавчик. И вот смотрите, как натурально выглядит лицо. Очень круто на айфоне. На Samsung тоже, но вот небольшими такими пустотами. Так, перемещаемся. Темное время суток. Здесь, во-первых, я посмотрел, насколько смартфоны могут выделять отдельную вот такую листву и насколько они могут ее не размазать. И оба в целом справились достаточно хорошо. Есть небольшие косяки у и того и другого. Вот раз на айфоне, на Samsung. Но в целом хорошо. Раньше было хуже. Здесь, кстати, по деталям Samsung лучше. Видите, вот эта шерстка. Раз она здесь есть, на айфоне она какая-то уже размазанная получилась. На лицо, если смотреть, тоже. Если посмотреть на волосы, тоже на Samsung получше. Все-таки получилась картинка такая чуть более конкретная. Еще одна фотография на основную камеру. Ну, здесь что-то Samsung вообще перемудрил. Вот, смотрите, что сделал с задником. Айфон в целом хорошо. Может быть, немножко темновато. Samsung сделал посветлее, но при этом задник полностью убил. HDR здесь сработал не очень верно. Возможно, если бы я перефотографировал, эта фоточка, наверное, все было бы хорошо. Но я вовремя этого не заметил. Еще одна фотография на телевичок. И здесь опять деталей больше на Samsung, нежели на айфоне. То есть, смотрите, какая интересная штука. Днем у нас на Samsung было меньше деталей. В вечернее ночное время на Samsung на телевичке больше деталей. Еще одна фотография на основную камеру. Здесь у нас немножечко обманывает Samsung. Он слишком синим сделал не Ивана. Он на самом деле не такое. И здесь фотография сделана на основную камеру. Есть вот искажения. Посмотрите, у нас насколько лицо искажается. Хотя оставят всякие галочки и так далее. Но айфон вот искажает. И мы не в первый раз уже сталкиваемся с вами, что айфон немножко искажает лицо. И оно выглядит, соответственно, немножко неправильно с точки зрения геометрии. По деталям я бы сказал, что на айфоне все-таки получше. Посмотрите, на шубке вот тут видны волосики. А на Samsung они съедены. Ну, в целом, по портретикам, наверное, что можно сказать? Айфон получше, да? По деталям прямо днем было очень хорошо. Ночью в основном получше оказался Samsung по деталям. И вот еще смущает меня на айфоне вот это изменение геометрии. Такого не должно быть. Давайте, кстати, посмотрим, как смартфоны снимают на телевичке ночью и вечером. Вот фотография сделана на телевичок. Мне кажется, что более правильная картинка на Samsung. Цвет этого динозавра лучше на Samsung. На айфоне как-то все зеленовато. Но при этом на айфоне получше получился вот этот фонарь. На Samsung он больше засвечен. И вообще интересно получилось. На айфоне у нас все в фокусе и передний план и задний. А на Samsung у нас как будто бы есть небольшое сзади размытие. Как это получилось, непонятно. Но, кстати, на айфоне и деталей побольше. Вот здесь, если посмотреть, то тут гораздо больше деталей по сравнению с Samsung. Еще одно трехкратное увеличение. На Samsung мне по цветам чуть побольше нравится. Немножко угрюмо все на айфоне. Но по деталям Samsung опять проигрывает. Ну вот посмотрите на эти камни. Они очень хорошо видны на айфоне. А на Samsung они, опять же, вот съедены. Да, детализации не хватает. Так, это у нас фотография. Трехкратное увеличение. Давайте смотрим. Здесь, кстати, мне больше нравится, как справился с Samsung. По цветам приятнее. Более теплые цвета. На айфоне такие холодноватые. Но и деталей тоже неплохо на Samsung. Эта фотография уже с 10-кратным увеличением. На Samsung у нас оптическое увеличение. И включился оптический модуль. И вы видите разницу по деталям. Более такая живая картинка. На айфоне цифровое увеличение в 10 раз. Понятное дело, что оно похуже. Еще тут немножко дернулось на Samsung. Если бы я, наверное, не шатался, вообще была бы отличная фотография. Стоит помнить всегда то, что телевичок у нас не всегда включается в ночную съемку. Когда смартфону кажется, что прям очень темно, он его не включает. Но здесь это видно, особенно по апертуре. f4.9. Это как раз увеличение в 10 раз. На айфоне в 2.8. Это увеличение в 3 раза. Еще одна фотография с увеличением в 10 раз. И опять же, посмотрите, немножко все дернулось на Samsung. То есть видно, что деталей гораздо больше. С засветами лучше отработаны и так далее. Но дернулось все. То есть надо стоять ровнее. Смотрим вместе с вами дневные фотографии. Чуть более такая угрюмая картинка получилась на Samsung. Это сверхширокугольная камера. На айфоне чуть повеселее. И наверное деталей... Где деталей-то больше? Детали побольше чуть-чуть на Samsung, судя по траве. Фотография сделана на основную камеру. Посмотрите, как хорошо отработал HDR на Samsung. На айфоне темновато. И соответственно, не такая красивая, не такая яркая фотография. Листва получилась и там, и там хорошо. Я бы даже сказал, что на Samsung хорошо, даже не видна никакая обработка. А вот на айфоне видно, что вокруг каждого листика, видите, такая белая небольшая обработочка. Из-за этого снимок становится такой более компьютерный. На Samsung этого менее заметно. Или даже вообще практически незаметно. Еще одна фотография сделана на основную камеру. Здесь по деталям у нас и по цветам примерно одинаково. Но все-таки если посмотреть на траву, то можно заметить, что деталей больше на айфоне. Собственно, у нас ночью было деталей больше на айфоне. И днем у нас деталей больше на айфоне. Здесь айфон немножко перемудрился с цветами. Уж слишком он ушел в какие-то голубые тона. Цвета более правильные на Samsung. Но при этом на Samsung деталей не хватает. Смотрите, на айфоне вот тут прямо видны облака. А на Samsung их просто нет. Да. Вот такая вот история. К сожалению, Samsung по деталям проигрывает. Еще одна фотография. Здесь мы смотрим, как смартфон умеет снимать яркий закат. С технической стороны лучше закат получился на Samsung. Вот тут нет засветов. А на айфоне засветы здесь есть. И опять же, на айфоне видообработка. Видите, вокруг кустика у нас белая такая небольшая дымка. А на Samsung этого заметно гораздо меньше. Но если говорить про детали, то мне больше нравится картиночка на айфоне. На Samsung как-то все очень компьютерное. А на айфоне такое все более натуральное. Еще один интересный момент, кстати. Если сделать вот такую фотографию, когда ты прямо практически у воды фоткаешь, что айфон неоднократно во время этой фотосессии неправильно выставлял фокус. И здание получалось в итоге размытым. Задний план в итоге размытый. Потому что фокус у нас шел вот сюда куда-то. На Samsung более правильно получается картинка. Ты фоткаешь это здание, и оно как бы в фокусе. То есть, чтобы тебе получилось на айфоне более правильно фотографировать, и нужно именно нажать фокус на здании. Это трехкратное увеличение. На Samsung мне больше нравится фотография по цветам. Она чуть такая более голубоватая, более позитивная. Но деталей, наверное, чуть побольше все-таки опять на айфоне. Судя по этой листве, листвы побольше на айфоне. И вот здесь смотрим на здание. Больше деталей на айфоне, чем на Samsung. А вот это макрокадр. И здесь Samsung прямо включил такой большой глобальный улучшайзер. Поэтому смотрите, какой лист получился. Зеленый прикольный. На айфоне бесцветный лист получился по сравнению с Samsung. Оба сделали неплохо фотографию. Тут кому что больше нравится. Мне нравится фотка больше на Samsung. Но немножечко перемудрился цветами. И небо слишком голубое у нас получилось. Если смотреть на работу фронтальной камеры. Какая-то жестковатая получилась картиночка на айфоне. И цвет кожи не очень правильный такой получился на Samsung. И поприятнее. Чуть более такой коричневый цвет кожи. На айфоне какой-то очень блеклый. Ну и такой, как будто бы я жесткий парень. Ну и по деталям. Больше деталей на Samsung, нежели на айфоне. Ну, собственно, вот, друзья. Сравнили мы с вами все эти фотографии. Основное, что я вынес, все-таки деталей больше на айфоне. Причем больше деталей на айфоне как на телевизорчике, так и на основной камере. Samsung периодически в ночной фотографии делал лучшие фоточки. Но в целом, мне кажется, все-таки в большинстве своем был интересен айфон. Про видео я уже вам рассказал. Это был мой рассказ про фото. Очень интересно узнать ваше мнение, друзья. Потому что я знаю, что у каждого из вас есть тоже свое мнение. Кому-то больше нравится Samsung, кому-то больше нравится айфон. Напишите свои комментарии. Если вам кажется, что в какой-то момент я вас обманул или ввел в заблуждение, напишите, что Филипп на 10-й минуте ты вот обманываешь. Потому что на самом деле деталей больше вот здесь. Я порой чего-то не замечаю, конечно же. Поэтому мне ваше мнение тоже очень важно. Большое спасибо за то, что вы комментируете. И это очень приятно. На этом все. Молодцы, что посмотрели этот ролик. Впереди у нас еще рассказы. Сравнение айфона 14 Pro с пикселем 6 Pro. Сравнение с 13 Pro. Может быть, сделаю сравнение с Xiaomi 12 Ultra. Может быть, и с OnePlus 10 Pro сравню. Короче, много всего интересного впереди. Так что за это подписывайтесь на канал и не пропускайте видео. На этом все. Большое спасибо. Не болейте. Всем счастливого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok